А что мы здесь делаем? Делаем-то мы здесь чего? Вы же не голосовали. Зато я голосовал! Голосуй. Проиграешь. В 1996 году именно вот такой жесткий прием заставил прийти на избирательные участки миллионы молодых людей. Во многом благодаря им демократ Борис Ельцин выиграл у коммуниста Геннадия Зюганова. По большому счету тогда победил страх, который заставил молодежный электорат встать с дивана и проголосовать. Сегодня такими роликами уже никого не напугаешь, а значит для агитации надо искать новые методы. Страх очередного железного занавеса стал мощным мотивирующим фактором. Народ не хотел возвращаться в коммунистическое прошлое. А какую альтернативу сейчас, в 21 веке, могут предложить политтехнологи, эти продавцы будущего? Это наш подарок, Вадим Вольфович на 70 лет. В ЛДПР все как писал когда-то Владимир Владимирович Маяковский. Говорим партия, подразумеваем Ленин. Только вместо Ленина Жириновский. Для одних он главный тролль отечественной политики, для других отец родной. И пусть электорат, либерал-демократов, это граждане далеко за 40, как и лидер партии, но Владимир Вольфович все равно готов выдать парадигму поведения и для молодых. Я на работу. На работу, товарищи. Все на работу. Вас отняли все, кроме голоса. Даже говорите так. Я могу сказать, что это кумир, на которого я равняюсь, который очень многого добился, очень много знает. И он для меня такой человек для подражания. Несколько сотен подписчиков в социальных сетях, периодические акции и скромные попытки заявить о молодежном крыле ЛДПР как можно громче. Молодые либерал-демократы стараются, но до своего кумира дотягивают с трудом. Так через пару лет уже вся сторона будет красной. Оптимизму молодых коммунистов можно позавидовать. Сейчас комсомольская ячейка Петербурга насчитывает чуть больше 200 человек. И дело Ленина живет и побеждает явно не для них. К сожалению, да, сложился такой стереотип, что коммунистическая партия, неважно КПРФ или какая-то другая, все думают, что это люди преклонного возраста, какие-то скрюченные и чаще всего сумасшедшие. Но как вы видите, минимум два представителя, которые вроде бы моложе 90 лет. Это раньше за серьгу в ухе выгоняли из комсомола. Сегодня политик должен разговаривать с поколением на одном языке. И это должно быть не только политически выверено, но и политически модно. Карл Маркс становится терминатором, который обещает вернуться вместе с капиталом. И стильные формы пропаганды это как эстафетная палочка из советской действительности в российскую. Партия большинства, даже юношеский праймерис устраивает с размахом. Энергично, весело, напористо. Единая Россия изначально делала ставку на молодых. Так, кстати, появилась молодая гвардия. Теперь для многих это хорошая стартовая площадка. И в политике, и в карьере, да и в жизни. Яркой и красивой жизни. Вы знаете, молодежь, она любит, чтобы все было красиво, чтобы все было ярко, чтобы все было в движении. И мы стараемся создавать этот движух, именно этот движух. Это он, это она, это она, это мы. У партии роста все значительно скромнее. При том, что новое политическое движение делает ставку на молодых, богатых и успешных. Пока же белые воротнички ютятся в тесной комнате в несколько квадратных метров, скромно излагают предвыборные программы и четко ориентируются на свои целевые группы. Их скромная аудитория общается в сети и не тратит деньги на дорогую полиграфию. Я не верю в листовки, я не верю в баннеры. Я верю в вирусные механики, которые способны, которые могут быть реализованы через YouTube, через Instagram, через ВКонтакте, через Facebook. При всех попытках партии и движения избиратель отказывается молодеть. 20-ти и 30-ти летним ближе яркие и понятные тренды нашего дня. Мы решили помочь политтехнологам и перепели главный хит этой весны. А в Питере тишь, в Питере гладь, в Питере ребирать. А в Питере, брат, в Питере мать, в Питере ребирать. Голосовать, 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 по-питерски ребирать. Политические движения продолжают делать ставку на своих постоянных избирателей. Газеты в почтовых ящиках, продуктовые наборы и обещания повышения пенсий. Политика не становится молодой и модной. По статистике в России, меньше всего голосуют люди в возрасте от 18 до 35. А вот еще 30 лет назад советские агитаторы быстро находили ключи к сердцам юных. Кстати, беспертные хиты Пахмутовой и Добронравова работают и сегодня. Евгений Гусев, Пульс города. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!